всем дорогие друзья и сегодня мы сами приехали в город копию где мы будем снимать первый выпуск о жизни беженцах а именно о беженцах из украины нашего первого героя зовут алекс он нам покажет как он живет расскажет о своей непростой истории как он есть устроился и так далее и он нас пригласил так называемый клуб по интересам он называется лу микелу там где говорят по украински и по-русски ну что поехали знакомиться с алексом 1 на очень рад на знакомству маме зовут алекс александр почти тезки тезки да спасибо что вы согласились сняться в нашем фильме вот я думаю что можем начать сюда что можете показать там чуть свою квартиру как вы живете ну с вашего позволения конечно с ребенком вот я смотрю вас кухонка такая тоже да небольшая ну и большая хорошая вот же в каком составе вы живете я и ребенок от 2 2 человека я думаю что мы сами можем начать с того что вы нам чуть расскажите о себе то есть из какого города вы приехали из украины как давно я из города мариуполя соответственно с украины города мариуполя приехал сюда 29 мая то что мне удалось вырваться добрался сюда например я вот нахожу сейчас на украине ну да мы возьмем как будто время 29 мая и я хочу много скажем уехать из украины например сюда финляндию что мне для этого нужно будет сделать но я уезжал тогда как-то еще шли боевые действия я потерял транспорт потерял все вырваться удалось немножко ну как на окраину города ну куда удалось почему потому что как раз мой район там я жил до центр города ну его стерли практически его перед перепахали можно сказать удалось а вырваться именно с района ну опять же также под обстрелами под это а потом нет блокпосты естественно фильтрация ну вот а фильтрация это что значит проверяли все проверяли документы раздевали полностью я не знаю что они вы смотрели но основном это татуировки какие-то соответственно как у военных группа крови или это ну и свои соответственно сидел то или нет то есть бывают полиция были фсб но но очень вопросов если родственники служат в органах до или в армии его работали грубо говоря анкету от рождения и вот до сегодняшнего дня то есть вы ждали своей очереди чтобы куда-то поехать или куда-то и эвакуироваться да то есть нас вот это привозили в эти места потом грузили и 1 развозили ну в основном уже я так понял что те первые парки которые где-то остались в этих же региона в том же ростове центрах там расселили в дороге краснодаре ну в таких местах а остальных потом всех уже в сибирь это был вопрос поставлен так либо самостоятельно куда хотите либо вот и мы вас отвозим и там вам и жилье и все остальное даем а как вы оказались в итоге финляндии в итоге оттуда я уже так сказать сбежал можно сказать так я оттуда уже сбежал и добрался сюда через эстонию сразу практически выходя с парома до я увидел флаг украины вышла девушка которая разговаривала на украинском не очень хорошо но на русском в основном я спросил как куда мне можно добраться это и они сразу они помогли вызвали полицию взяли наши данные из этого центра нас отвезли в эспо в общежитие думали ли вы что вы сюда переезжаете навсегда или все-таки вы еще были под сомнением что может быть вы потом вернетесь в украину честно скажу мысли были только уехать вместе ребят и мне вот интересно почему вы выбрали именно копию почему приехали сюда вы с кем-то посоветовались или вы нашли какую-то информацию из интернета почему именно копию через день нам сказали что нам вам нужно быть десяти часам уже стоять ухода возле центра до на площадке там стоять на стоянке что нас увозят ну я спросил куда нас увозят нам сказали что копию денег нам не выдали нам выдали то что необходимо шампунь и мыло ну все что было нужно необходимое нам как бы выдали нас привезли скажу в центр по приему и оттуда уже нас развозили по квартиру что касаемо учебы дал для детей потому что я знаю что много семей кто планирует переехать из украины филляндии у них конечно же есть дети на вашем примере на вот вашей дочери ее ну да вот эмоции можете пирать что она чувствует нравится ли ей тяжело то есть как бы чем она столкнулись нет ребенку понравилось мы когда пошли в школу и принципе что меня тоже ну скажем так и удивило да не только понравилось и удивило это то что когда мы начали готовиться к школе у себя в центре на центре приема соцработников был задан вопрос что надо купить где-то мог тетради дневник или что-то еще нам сказали что нет финляндии такого нет вы не носите деньги в школу вы ничего не покупаете ребенку все дают я люблю это дают как украинцам или нет и я я в этом убедился много национальный такой острый класс до класс адаптационный даже в основном это изучение языка ну и соответственно предметы очень хорошие классы то есть и оборудование и преподаватели и отношения и вся атмосфера ребенок у меня шел с удовольствием что касается вас александр вот вы сейчас работаете или выходите тоже есть какие-то курсы адаптационные пока что адаптация язык с работой по крайней мере у меня на работу уже было и не одно но единственное что да это поездки и я из из-за того что у меня ребенок не могу доставлять надолго уезжать поэтому от тех вариантов работы я пока что отказался на большая проблема с работой ты же сходите на тебя специальный курс по изучению языка здесь курсы курсы бесплатные опять же адаптационные курсы которые с центра направления есть на эти курсы как у нас и называют биржи труда 1 также самое направление на курсы языковые курсы с июня прошлого года вы живете финляндии ну и плюс-минус можете сказать свои ощущения о стране то бишь афинской культуре афинской еде кстати про еду мне это интересно как вам здесь нравится как еда скажем так ну честно скажу скудная пресная да нет ни не пресная даже нет ни в том дело что она пресная да а скудно то есть у нас она более разнообразно более нас насыщенная как вы можете прокомментировать финский народ вот ваше наблюдение хороший народ хороший да ваш доброжелательный не знаю хороший народ мне нравится вот вы можете допустим а вот обратиться к украинцам да так беженцам кто сейчас также думает как когда-то думали вы с выбором страны есть деньги и вы едете скажем так и за месяц не на полгода ну так скажем пересидеть отсидеться или прийти в себя то в принципе да я не скажу что мне прям все здесь нравится мне нравится природа мне нравятся люди мне не нравится пища да и скажем так снабжение ну и очень медлительно единственное что бюрократия большая очень слишком долго иногда возникает вопрос я всегда говорю вы что считаете себя бессмертными если у вас справку надо ждать полгода а потом с этой справкой идти за другой которую еще полгода с бюрократии это ужасно все очень-очень долго не чувствуете ли вы есть какую-то скуку тоску что может вы здесь один то есть вам да здесь не хватает общения или как здесь все это устроено нет общаться можно во-первых как земляками так и с финнами я не вижу такого что совсем уж не с кем поговорить даже в плане развлечений тоже сам да ну не спорю не такие как у нас развлечения гораздо скромнее скуднее но я бы не сказал что здесь можно с ума сойти от одиночества все зависит от вас самого что вы можете посоветовать для тех кто хочет сюда переехать как я уже говорил здесь очень хорошо для детей хорошее образование здесь хорошие люди надо просто ехать с позитивом не нужно бояться замыкаться бояться спросить боятся узнать даже спросить какую-то информацию еще что-то все всегда все во всем помогу подскажем кстати вот сейчас собираюсь клуб друзей у нас называется много национальный скажем так клуб где мы общаемся кто-то в игры может поиграть кто-то пинг-понг кто-то просто посидеть пообщаться приглашались хотите мы можем вместе посетить этот клуб вот он как скоро будет через час прекрасно можем собираться сколько стоит ваша квартира сколько выплатить здесь за коммуналку но если честно я не знаю сколько она стоит почему потому что по приезду по расселению по временной защите квартиру нам нас обеспечили квартиры центр приема оплачивает коммунальные то есть полностью все коммунальные и свет то есть электричество и вода и саму квартиру оплачивать центр по приему движется кружки школа для ребенка я уже говорил бесплатно в школе обеспечены полностью то есть ручки тетрадки планшеты если надо уже по старшим классам там ноутбуки это все полностью обеспечен а еду как покупаете что касается каких-то свободных денег свободных денег ну скажем на взрослого человека опять же все зависит от того от состава семьи один ты мама папа или вас четверо от этого и зависит там немножко меньше но если ты один на одного допустим на меня это 350 с этих денег ты оплачиваешь себе что проезд с питания взрослого человека 350 и на ребенка там 200 и 20 ну так грубо говоря если получается вы не платите за квартиру да то есть он помогает в этом плане можно обрать какие-то продукты вот ходить церковь да там пару раз в неделю но вот оплачивается школа на человек вот эта вот сумма которая 350 евро как по вашему ощущению вам не хватает ну скажем так что съедает но первая вот связь и проезд это уже 80 евро причем да я забыл сказать квартире помимо коммунального еще и бесплатный интернет интернет тоже ходит квартиру то есть я считаю что на первое время в принципе 350 евро на человека ну я думаю что жить можно вот а потом когда здесь происходит какая-то ассимиляция то есть учится язык понимаете культуру там уже можно и работу найти соответственно как будет увеличить свой доход поэтому да германия лучше дают больше там дают по 450 или даже 500 но опять же смотрите за жилье вы платите сами не дешевая то есть если сравнить то получается здесь гораздо лучше так я понимаю что мы с вами уже пришли до много интересов лу микелло называется да ну что мы начнем это помещение я понимаю что это все для этого клуба да и первый и второй этаж бильярд там кухня сегодня будут были празднования маски а я вот видел что там еще есть у вас второй этаж да да находится посмотрим в основном там мы как раз беседуем играем в игры зал там занимаемся танцами а здесь актовый зал или как его правильно назвать кстати сейчас там идет представление спектакль поэтому извините мы сейчас не сможем туда зайти здесь уже дальше по интересам группами у нас в основном это с трех часов вы приходите пожалуйста жиру кто кто чем кто-то побеседовать кто-то шахматы сразу если сильно голодный можно и на кухню у нас нет здесь политики у нас нет здесь алкоголя эта тема под запретом тема политики под запретом я под запретом алкоголь под запрет под запретом вот можете рассказать кто этим всем руководит кто это все организует есть организаторы есть администраторы где-то тут час я вас познакомлю вот на ловца и зверь бежит знакомьтесь валентина а очень за так на учебе да познакомиться александр а на первую очередь я хочу сказать валентин что я очень удивлен я думал что мы когда что ехали как сказал нам александр что это будет какой-то маленький клуб там человек 10-15 мы приехали тут реально человек 50 я считаю что это в коем-то роде успех вот ты можешь нам вкратце рассказать об этом клубе как тебе вообще пришла идея его создать идея создания клуба принадлежит непосредственно михаилу мельдо который в октябре прошлого года появился у нас копио и фейсбуке в нашей группе наш копио события слоги на русском языке предложил такую 9 давайте ребят будем собираться играть настольные игры клуб это место куда могут прийти все всем добро пожаловать все кто говорят на русском языке кто говорят на финском языке те кто хочет изучать русский язык изучать финский язык то есть клуб строится на по признаку дружбы клубе мы не разговариваем о политике о религии и о войне это основные правила клуба сюда можно приходить с детьми сюда можно приходить с родителями все добро пожаловать сколько занимает времени клуб но вы знаете у меня нет хобби я не занимаюсь спортом танцами или еще чем-то чем занимаются нормальные люди у меня есть семья у меня есть работа где я зарабатываю а также у меня из ломикелла это мой досуг это мое хобби и это моя жизнь занимает 50 процентов времени или 70 не могу сказать наверное работа процентов 10 семья процентов может быть 50 остальное это ломикелла мы не зарабатываем ломикелла это общественная организация это не коммерческая организация у нас нет никаких проектов которые вы приносили какую-то прибыль наши организации приходят люди которые что-то умеют делать и своими знаниями хотят делиться с другими то есть например у нас есть студия йоги студия танцев студия брэк-данса зумба живопись что у нас есть палитра для детей то есть на сегодняшний день у нас 9 студий где работают люди да мы собираем участников студии со взрослых или с детей небольшую сумму в среднем это порядка 80 евро за полугодия за занятия занятия проходят как правило раз в неделю и вся эта сумма уходит непосредственно на зарплату педагогам мы делали проекты последние три года в ломикелла работал проект дигитуки аркин то есть это помощь русскоязычным в процессе скажем так дигитализации то есть как пользуется услугами келлы как пользуется услугами налоговой службы мы работали нас финансировала непосредственно значит министерство социального труда и развития там работала два работника в этом проекте одним из которых являлась я являлась координатором этого проекта клуб это часть частичка некоммерческой организации ломикела которая была создана 10 лет назад для русскоязычных жителей нашего региона и мы рады всем кто хотел бы к нам присоединиться у меня трое детей а также двое детей супруга с ума сойти с ума сойти и как до детей собака и давайте сделаем так друзья что если это видео наберет скажем 500 лайков то мы ставим еще раз вернемся город кулупе чтобы снять отдельный фильм про валентину потому что я считаю как уж такие люди как валентина они заслуживают снять отдельный выпуск из нашего цикла история успеха друзья спасибо очень приятно слышите ты знаешь я бы хотела сказать что все что я делаю даже я сказала так что чем больше я отдаю людям тем больше я получаю энергии для того чтобы двигаться вперед это все делается для людей и все стоит на людях пока людям это нужно будем делать будем двигаться и развиваться вместе а если людям будет не нужно в общем-то и организация сама себя и живет так что спасибо вам ну что друзья это был такой день в коопе он где мы с вами познакомились нашим героем александром который сюда приехал свою дочерью из украины у него был очень тяжелый путь вот мы с вами посетили отдельный клуб лу микелу который был создан в принципе для русскоязычного населения для того чтобы помочь организовать досуг это все было очень интересно я надеюсь что вам тоже это всем очень понравилось ставьте лайк подписывайтесь ну и конечно пишите комментарии и не забудьте что раз попросил поставить 500 лайков чтобы мы сюда вернулись и сняли целый отдельный фильм о валентине история успеха валь а что насчет блинов мы тут просто уже зрителям пообещали что блины будут сегодня же мы отмечаем масленицу наши украинские мастерицы пекут блины пойдем попробуем в принципе здесь у людей досуг мне кажется все очень круто здесь организован если еда и игры и так далее включить шумно но сами по 50 человек помещение принципе небольшое так пишу снимаешь да ну давай уже точно на этот раз все все друзья подписывайтесь ставьте лайк